Привет, ребята, опять! А меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый выпуск. Дарья, объясни... За что мы с вами любим укулеле? Пока вы задались этим вопросом у себя в голове, одним из ответов будет ее строй. Ведь именно благодаря стандартному строй мы можем с вами зажать аккорды через один и два пальца. Но в то же время есть и такие, от которых кровь стынет в жилах, а ваши пальцы становятся закорючками. Как раз и таким является аккорд ми мажор по-другому е. Он часто встречается в песнях, и как только мы видим его на своем пути, так сразу хочется бросить это гиблое дело. Поэтому в этом ролике я расскажу, что же не так с этим аккордом, как его зажимать и чем его можно заменить. Но для начала бери укулеле в руки и погнали учиться. Дарья, объясни... И перед тем, как углубляться в эту тему, для начала нужно понять, что же такое аккорд. Аккорд это три и более звука, сыгранных одновременно. Причем существуют определенные разновидности аккордов. Это, например, могут быть мажорные, минорные, септаккорды и прочие бла-бла-бла непонятные нам слова. И у каждого такого аккорда есть своя структура построения, благодаря чему мы и понимаем, как это все должно звучать. Если кто-то из вас ходил в музыкалку или не прогуливал уроки музыки в школе, сейчас поймут, о чем буду говорить. Скорее всего, вам приводили такой пример. Мажорный аккорд это что-то радостное, веселое. Минорный аккорд это что-то грустное. Вот это все из этой оперы. Но, возвращаясь к нашему мажорному аккорду, то его строение будет состоять следующим образом. Большая терция плюс малая терция. Для кого будет удобнее играть по полутонам, то это 4 полутона плюс 3 полутона. Если вы сейчас не понимаете, на каком тарабарском я говорю, то у меня есть старенький ролик на канале. Вот я там все это объясняла, рассказывала. Если вы не занимаетесь музыкальной теорией, вам, собственно, это и не нужно углубляться и знать. Но если вы хотите в будущем сочинять свои композиции, мелодии, импровизировать, то займитесь этим вопросом, изучите, что такое тон-полутон, интервалы и бла-бла-бла. Такая элементарная теория музыки. Тем более, этот процесс будет легче с моей литературой по укулеле. Но если мы с вами говорим про аккорд ми-мажор по другому е, то он будет состоять из ноты ми, соль диез и си. И вот эти три нотки не очень удобно расположены на нашем стандартном строе укулеле. Поэтому сейчас мы попробуем это как-то все более-менее сгруппировать в какую-то форму. Ну а также, если вы знаете просто тупо ноты на укулеле, их в какой-то момент изучили, то вы можете просто знать, где какая нота находится и строить свою форму аккорда е. Вот такая у нас с вами сейчас получилась немножко душная музыкальная минутка. А сейчас перейдем к практике. Если взять любую брошюру или вбить в интернете аккорд е на укулеле, то постоянно предлагаются какие-то кривые, непонятные, сложные схемы. Среди них самые популярные вот такие. Но давайте рассмотрим их более подробно. Первый и второй вариант у нас зажимаются через указательный палец на четвертую струне на первом ладу. Далее средним пальчиком первая струна на втором ладу. И вот тут в зависимости от вариации. В первой вариации у нас мизинчиком нужно дотянуться до третьей струны до четвертого лада. И получится вот вам аккорд е, пожалуйста. Да, конечно, в первом варианте также можно попробовать зажимать через безымянный палец, но это немножко неудобно. Во второй вариации мы немножко меняем местами. И сначала безымянный пальчик ставит эту же третью струну на четвертую ладу. А мизинчик у нас ставится под, то есть на второй струне на четвертом ладу. И получается вот такая вот раскорячка. То есть, да, конечно, в первом варианте можно также безымянный попробовать. Но проблема в том, что что первый вариант, что второй вариант максимально неудобные. А все из-за того, что их достаточно сложно быстро переставлять с предыдущего аккорда. И, наверное, из всех базовых аккордов более-менее удобно переходить на данную вариацию аккорда е с аккорда g. То есть, вот, пожалуйста, у вас аккорд g, вы не убираете средний пальчик, а просто по краям доставляете нужный вариант. Или такой, или вот такой. С остальных аккордов это, конечно, будет та еще морока. И даже я, будучи уже такой опытной укулелисткой, все равно сложно быстро переставлять на данные схемы. Потому что действительно получаются какие-то пальцы-раскорячки. Для этого ролика я сделала отдельно раздачный материал со всеми формами аккорда, то, чтобы вам было удобно это все играть и учить, которую я опубликовала на своем бусте. Поэтому оформляйте подписочку и изучайте в свое удовольствие. Дарья, объясни. Третий вариант с предложенной схемой, когда мы с вами ставим баре на четвертый лад. И далее зажимаем с вами первую струну на седьмом ладу. То есть, вот такой вот у нас с вами аккорд е. Проблема данной схемы в том, что она звучит намного выше, чем ваши предыдущие аккорды, как показывает практика. То есть, допустим, вы играли там аккорды АМ, там F, G, и с нифига просто высокое Е. По правилам музыкальности тут нарушено плавное голосоведение. То есть, не может быть такое, что у вас несколько аккордов там первых были по звучанию немного ниже, и потом бац, высокий аккорд. Так лучше, конечно, не делать. Но и эту схему можно немного упростить. Во-первых, убрать, например, мизинчик и оставить просто баре на четвертому ладу. Да, это немножко звучит странновато, но как есть. Или вы просто можете сыграть верхние три струны, а четвертую как бы или не доигрываете, или немного приглушаете. Или вы берете три верхние струны не через баре, а через три пальца. То есть, представьте, как будто вы сыграли аккорд Е, но от четвертого лада. Но если перед вами стоит задача, что вам нужно сыграть аккорд Е высокой позиции, то есть, чтобы он звучал у вас достаточно высоко, то здесь также есть разные варианты построения. Во-первых, вы можете зажать первую и вторую струну на седьмом ладу, и далее зажать третью струну на восьмом ладу. Получается вот такая схемка. Получается, что это высоко звучит, что это. На самом деле, вот в этой вариации, в оригинале, нужно зажать как раз-таки четвертую струну на четвертом ладу. Но это тоже, посмотрите, да, немножко-то сложновато вообще. Жесть какая-то. Вот или через баре брать, или вот так вот как-то тянуться. Ну, нафиг оно вам надо. Поэтому, если вам нужно, то вы можете сыграть вот такой вариант. Но если вам все-таки нужна эта четвертая струна, то вы к этой основной схеме можете сыграть четвертую струну на девятом ладу. Вот он, пожалуйста. По-другому я бы это сказала, что это у нас с вами аккорд А, но немножко, да, в другой позиции от седьмого лада. Подытожим. Если вам нужна высокая позиция аккорда Е, то мы имеем с вами несравненный оригинал и его в такие небольшие жалкие пародии. Дарья, объясни. И четвертый вариант вышеупомянутой схемки. С ним дела обстоят лучше. Да, конечно, вам все равно придется тянуть и зажимать три пальца в ряд в самый дружный наш отряд. Да еще и с мизинцем-то, боже ж ты мой. Но, в принципе, понимаете, тут прикол еще зависит от вашего размера инструмента. То есть, если у вас сопранка, то, соответственно, вам не нужно далеко где-то тянуться. Если у вас тенор, то, ну, тут немножко придется поделать разные упражнения на растяжку. Если вам нужен такой видос, то дайте мне об этом знать. Я вам отдельно ничего не запишу, чтобы вы научились тянуть свои пальчики. Если более подробно посмотреть данную схемку, то кто-то умудряется, конечно, зажимать через баре. Тогда это будет выглядеть немножко следующим образом. Первую струну зажимаем на втором ладу. И далее три верхние струны зажимаем на четвертом ладу. То есть, делаем вот таким вот образом. Причем вам нужно умудриться это баре зажать так, чтобы первая струна не оглушилась. То есть, получается, вам нужно так. Видите, да, тоже не с первого раза это получается. Ну, вот кто-то так умудряется. Легче, конечно, эту форму сыграть через три пальца. Как я уже упоминала ранее. То есть, получается, у вас первая струна зажимает через указательные. И далее сверху средний безымянный мизинчик становится на четвертый лад. То есть, тоже такой хорошенький вариант. Есть также немножко, скажем, балалайчный способ данной схемы. Когда мы берем и зажимаем эти три верхние струны через большой пальчик. Я не могу как-то ее всячески хейтить. Потому что такая схемка есть. Действительно, в балалайке так играют. Активно используют большой пальчик. Также большой пальчик у нас с вами используется в блюзовой постановке левой руки. Но об этом чуть позже. В принципе, конечно, так можно умудриться. И вот так сыграть. И вот так вот сыграть. И вот так вот сыграть. Я же могу вам предложить эту схему сыграть разными вариантами. Например, выкинуть с вами вторую струну. То есть, сыграть ее открытой. И тогда, получается, у нас с вами будет звучать тот же самый аккорд Е. Просто с открытой нотой Ми. Тогда мы зажимаем наверху четвертую струну. У нас зажимается средним. А третью струну безымянным. Такой вариант. Также, как я уже упоминала, просто сыграть. Три пальца в ряд на четвертом ладу. И есть крутяцкий вариант. Реально, я его почему-то нигде не видела. Не могу утверждать, что я прям первооткрывательница данной схемы. Но оно действительно очень удобное. Это когда мы с вами не играем четвертую струну. И получается, схемка у нас также указательна на первой струне. И как бы тут все обстоит, дела полегче. Потому что средний пальчик я ставлю на третью струну. А безымянный ставлю на вторую струну. И вот, пожалуйста. Единственное, в этом варианте вам ни в коем случае не нужно задевать эту четвертую струну. Потому что это нота соль. А у нас в составе аккорда ми нужна соль диез. То есть не канает вариантик. Мы можем сыграть как бы просто три струны. Или же опять идет у нас в обиход большой пальчик. Просто берем и немножко его как бы кладем. Чтобы он приглушал нам четвертую струну. То есть я не прижимаю ни в коем случае никак. А просто вот этой мягкой частью пальца положила и приглушила. И вот эта предложенная схемка реально очень удобна. Во-первых, то, что вы находитесь в первых четырех ладах. То есть, как показывает практика, вы тут и работаете. И также с нее, ну, конечно, да, нужно попрактиковаться. Но намного проще будет переходить, чем ставить вот такую вот там всякую разную раскорячку. Да, действительно, тема интересная. В принципе, если вы хотите более подробно и углубленно изучать тему аккордов. Как они взаимосвязаны друг с другом. И как можно заменить, менять, наоборот, расширять их. То я это подробно рассказала в своей укулеле литературе. Тем более, мои книги доступны в электронном и бумажных вариантах. Всю подробную информацию оставила по QR-коду и по ссылке в описании. Но если вы не хотите изучать разные формы аккорда Е. То вы можете его поменять. Вопрос только стоит, ну, да, на что менять. Самый простой и удобный, все его используют в 99% случаев, это аккорд Е7. Но для начала давайте разберемся, что такое семерка. Любой аккорд, где у вас написано семерка, это означает, что это аккорд септаккорд. Если переводить это немножко на музыкальный язык, это мы к нашу основному трезвучу добавили еще одну нотку наверху. Там тоже, конечно, есть свой строение, которое я показываю на экране. Ну, вот, например, у нас был с вами аккорд ми-мажор, по-другому ми-соль-ди-си. И вот в аккорде семерка у нас добавляется дополнительная нотка. То есть теперь у нас аккорд с вами состоит из четырех звуков. Четвертый звук у нас будет нота ре. И такие аккорды, аккорды семерка, септаккорды по-другому, звучат всегда очень вопросительно. Когда он хорошо звучит, единственное, никогда, пожалуйста, ни при каких ситуациях не заканчивайте свою песню на аккорде с семеркой. Ну, в нашем случае аккорды Е7. Потому что, как я уже сказала ранее, аккорд вопросительный, и после вопроса нам нужен ответ. И все музыканты, знаете, классической школы, полезут на стену, потому что не получили мы этот ответ. Как бы звучал вот первый вариант, допустим, песни. Возьмем нашу любимую яхту Парус. Там звучит так. Первый вариант. Яхта Парус, и мы с тобою влюблены. И чувствуете, да, какая-то незавершенность. Это вот когда вы, например, поели, и вот охота чем-то шлифануть сладеньким и сладеньким в доме нет, вы мучитесь. Вот тоже самое в музыке. Поэтому я всегда рекомендую, как бы, повторить первый аккорд. То есть по-другому мы доминанты разрешили в тонику. Вот, я знаю, музыканты меня тоже смотрят. И это звучит. То есть получили вариант. И как бы это звучало в песне. Яхта Парус, и мы с тобою влюблены. Чувствуете, да, какая-то завершенность. Поэтому, если вы играете Е7, пожалуйста, его как-то чем-то шлифаните сверху. Дарья, объясни. Возникает другой вопрос. Нельзя ли взять аккорд ЕМ? Например, я хочу Е поменять на ЕМ. Ни в коем случае нельзя. Потому что аккорд ЕМ это минорный аккорд. И как мы говорили с вами ранее, да, у каждого аккорда есть своя окраска. И минор и мажор это максимально такие контрастные аккорды. То есть один аккорд звучит более как бы радостно и весело. Другой грустненький и полнейший сет. У минорного аккорда своя система, да, построения аккорда. Там будут уже другие немножко нотки в серединке. Да и тем более ваша песня начнет звучать совершенно иначе, не как вы хотели. Поэтому никогда, пожалуйста, не меняйте аккорд Е на ЕМ. Меняйте тогда на Е7 или берите вариант попроще. Если тебе был полезен этот ролик, то дай мне знать своим лайком. Ну а также оставляй в комментариях свои идеи на следующие ролики. Это может быть какая-нибудь мелодия, песни или, как сегодня, музыкальная тема. Заглядывай в плейлисты на канале, ведь там тоже можно найти много чего интересного и полезного. А еще, ввиду того, что на YouTube отключили монетизацию с русских каналов, вы можете поддержать мою деятельность своей копеечкой на платформе Boosty. Вот как делают все эти ребята. Взамен они получают клевые ништяки, весь раздачный материал с роликов, дополнительный и ранний доступ к видео. Ну а самое главное, мое почтение. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok